Этот видеоурок является последним нашим видеоуроком по изучению HTML языка. Могу вас поздравить, вы выучили HTML язык. Вам кажется, наверное, что вот это все как какой-то кусок бреда, который неизвестно как использовать и что это за фигня, да, все вот так вот отображается. На самом деле я уже не раз повторял. Вот с применением стилей, блок. Стили, они изменят ваш сайт в корне. Главное, вы знаете HTML. Все, начало положено. Вы знаете HTML, остался KSS и сайты можно уже делать. Очень простые, но делать. То есть, действительно, эти все видеоуроки, они помогли, я надеюсь, они помогли вам как-то понять, что такое сайты, как они создаются, на чем они создаются, как с ними вообще общаться, работать. То есть, вот такие вот вопросы, я надеюсь, у вас теперь не возникают. Что хочу еще добавить, что вот эти все теги, они в принципе очень часто используются. HTML5 теги я не советую использовать, так как они, я в предыдущем уроке показывал, они не часто, ну, не во всех браузерах работают. А оптимизация под все браузеры – это основная работа программиста, веб-программиста. Поэтому советую вам использовать какие-то обычные теги. Таблицы я не советую вам использовать в ваших сайтах. То есть, лучше использовать какие-то дивы. Вот такие вот див. Формочки все для отправки, какие-то сообщения, это все у вас еще будет не раз. Это вопрос, не вопрос, а эти формочки еще не раз будут в вашем коде возникать. Вы их будете много создавать, я так надеюсь, и думаю, потому что, если вы хотите какие-то крутые сайты создавать, то в них без форм не обойтись. В общем, на этом все. Спасибо вам за внимание, спасибо за то, что были со мной. Ну и поздравляю вас, вы выучили HTML. Ура!